Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шерститко, и вы продолжаете смотреть воскресные выпуски на моем канале. Напоминаю, воскресные выпуски у меня посвящены либо путевым заветкам, либо хобби. Вот здесь, вот в всплывающих аннотациях, вы сейчас видите, подписаться на мой канал. Либо там внизу есть другие линки, посвященные тем или иным хобби или путевым заметкам. Так что заглядывайте, подписывайтесь. Хобби у меня много, у меня и сборка обыкновенных пластиковых моделей, и масштабных моделей железных дорог. Посмотрите, есть и маленькие, есть и наоборот очень большие. Я как-то там опубликую, много снято и никак не опубликовано. Так что смотрите. А это видео будет посвящено тому, что называется по краской модели. Тут кто-то в комментариях писал, а почему вы собираете модели и не красите, почему вы делаете только таймлэпс, а не делаете полностью видео с комментариями. Окей. Я сейчас, собственно говоря, не буду снимать сборку нового танка. Потом, чуть позже, из этой же серии соберем немца. Кто не видел сборку этого, посмотрите. Черчилля, да, Черчилль же. Посмотрите. Ну, а сегодня про покраску я расскажу с другой стороны. Со стороны, собственно говоря, аэрографа. Основной инструмент. Если не хотите возиться с кисточками, да и не получается с кисточками сделать качественную модельку. Поэтому вот он, такой вот большой, большой, классный аэрограф. Как им красить, как им пользоваться, зачем он нужен, мы как раз сейчас и посмотрим. Да-да, я знаю, сейчас меня профессионалы заклюют с криками «ты мажор» и тому подобное. Да, я мажор, могу себе позволить тревеловский базовый аэрограф с компрессором. Это такой вот кит, не то чтобы для начинающих, а для тех, кто не хочет особо напрягаться, просто покрасить и все. Состоит он из, собственно говоря, двух основных вещей. Мы его сейчас откроем. Первая важная вещь, это, собственно говоря, компрессор, который дает необходимое давление воздуха с регулятором работы. То есть можно выбрать давление, которое создает компрессор. Здесь, как вы видите, подключается всего лишь питание. С другой стороны, подключение шланга для того, чтобы подать воздух на аэрограф. Ну и плюс место под установку самого аэрографа. Место под аэрограф, вернее аэрограф, вот он у нас такой вот. Здесь, понятно, подключается шланг, сюда наливается краска. Здесь кнопер подачи необходимого давления, этого давления нагрузки. Ну и вы регулируете сопло. Не знаю, видно или не видно, вот не видно. Вот здесь, в процессе хода вы изменяете, собственно говоря, глубину иглы. То есть, если вы чуть-чуть дали, совсем тонкая струя будет краски. Если больше, то, соответственно, лучше будет шире струя. Но в любом случае, это не тот аэрограф, который крутой, есть многофункциональный, позиционный, который меняется и тому подобное. Нет, вон там просто игла пошла, все, проехали. Да, там, не знаю, видите, вы не видите движения. Ну не фокусируется камера, вон, видите, там внутри ходит и выходит туда-сюда, туда-сюда. Ну а дальше у нас к аэрографу прилагается еще одна интересная вещь. Две пипеточки, которые позволяют вам одной набирать, например, краску, а другой растворитель. И, соответственно, баночки для того, чтобы подготавливать краски. Ну и вариант того, что нам нужно. Вот он у нас, Aqua Color Mix, это растворитель. Видите, огнеопасный, не бухать и тому подобное. Смывка обязательная вещь для того, чтобы потом, собственно говоря, вы могли помыть аэрограф. Неправильно помытый аэрограф, беда в семье. И, соответственно, две баночки с краской, которые прилагаются вам. Здесь у нас есть черная краска, матовая. Восьмой номер, Ревеловская, Aqua Color. И есть другая краска, Феррари Ред. Глянцевая. Тридцать четвертый номер. Соответственно, кому какая больше нравится, интересная инструкция по эксплуатации. Водится у этого аэрографа или нет. Есть инструкция по эксплуатации. Вот она, инструкция по эксплуатации. А, вот даже есть ключ для разборки аэрографа, что очень не рекомендуется делать. И вот здесь вот можно увидеть, как это все используется для покраски. Вот набирается, видите, синяя красочка. Набирается, где растворитель. А, вот рекомендации. Paint with Aqua Mix. Видите, написано, растворять в размере 4 к 1 или 3 к 1. Соответственно, краска, краска, растворитель. Но, с другой стороны, народ говорит об 1,2 и того меньше. Все зависит, опять же, от давления, которым вы хотите все это дело окрасить. Ну и потом аккуратненько смешать. И правильно начинать по окраску. Что мы, собственно говоря, сейчас и сделаем. Но, на самом деле, для, так сказать, достижения нужного эффекта, а мы для начала сделаем очень простую вещь. Мы потренируемся на чистых листках бумаги, подготовив красочку. Я не буду это показывать. Опять же, все очень просто. Пипеточкой набрали красочку, пипеточкой набрали растворитель. Все это смешали в отдельные баночки. Потом все аккуратненько промыли. Посмотрим, как будет цвет Ferrari идти к Черчиллю. Черчилль? Черчилль. Не Кромвель. Нет, не Кромвель. Ну, я, пожалуй, начну вскрывать краски. Куда я уже их засунул? Остались так, что ли? Не краски не хотят. А, вот они, две краски. Ну что же, давайте начнем. Про смешивание красок отдельная история. Это целое искусство, как говорится. Ну, а мы начнем, собственно говоря, с процесса. Вот заправленный аэрограф. Вот листик бумаги, на который мы будем рисовать. Я тут слегка переборщил с налитием, собственно говоря, краски. Видите, да? И, соответственно, запускаем, уменьшаем давление. И по чуть-чуть начинаем красить. Как вы видите, процесс покраски идет вот таким вот образом. Напоминаю, что это Аква Колор. Только я что-то не вижу тонкой струи, о которой мне говорили большевики. Скорее всего, я просто переборщил с разбавлением краски. И я регулирую мощность двигателя. И, соответственно, наношу слои краски. Вот она тут плещется у меня в системе. Остановим. Ну, а я сейчас продемонстрирую, что можно на самом-то деле сделать таким аэрографом. Не обязательно в, как говорится, модельном бизнесе. Тихо-тихо, не разливайся в аэрограф. А я чуть-чуть перелил. Смотрите, берем лист, который мы уже использовали. Краску надо закрыть во избежание ее подсыхания. Краска сохнет достаточно долго. Но все же. Берем лист, который мы уже использовали. Он нам уже не нужен. И делаем следующее. Берем такой вот листик чистый. Здесь стандартный демо. А здесь мы делаем вот так вот. Ну, не знаю, что-то у меня плохо получается. Раньше выходило лучше. Наверное, давно не экспериментировал с аэрографом. Или бумага такая. Но в любом случае, мы сейчас сделаем что-то интересное из этой бумаги. Зачем это нам нужно? Смотрите дальше. Берем вот так. Так, это чтобы не вымазать мне стол окончательно красной краской. Так, так, так. Вроде не должно. Все находится друг на друге. И выбираем первую часть. Снова берем аэрограф. Видите, да? Видите? Так, это сюда. Это я подогнул сильно. Включаем. Семен Семенович. Такий разбрызгал дорогую краску. Слишком мощно получается. И снимаем первый листик. Правильно. А теперь берем еще раз. Как-нибудь вот так вот. А теперь берем еще раз. Как-нибудь. Наверное, вот так вот. О! А теперь берем еще раз. Где-нибудь вот здесь вот. Вот. И вот здесь вот. И вуаля. Правильно. Получаются те самые знаменитые оры, которые вы часто видите, как люди делают там в различных странах в виде такой вот рекламной, скажем так, раз акции. Остановить. Поставить. Краску я таки расплескал. Жаль. Ну, могу продать. на аукционе на аукционе Сотби. Как вы видите, рисунок кровавые горы от кровавой гибнист к каплями краски на самом деле крови, да, автора. Ну, что, неплохо, по-моему, даже получилось. Не хватает, конечно, немного вот стилизации под ту или иную горку. А мы переходим к второй части нашего марлезонского балета, а именно покраски, собственно говоря, модельки. Вообще, то, что я делаю, это неправильно. Про покраску моделек я буду рассказывать, когда я буду, собственно говоря, делать уже модель, конкретный обзор, а сейчас это просто так поржать. Давайте поржем над Черчиллем в цвете. Сделай тише. Наверное, вот так вот. В Черчилле цвета Феррари. Давайте начнем. И аккуратненько накладываем слои краски. Как вы видите, тут надо иметь, так сказать, мастерство. давая краске высохнуть, за один проход вы красите немного, а за второй проход вы проходите дальше, потому что напор краски сдувает предыдущую краску. И так вы делаете несколько раз для того, чтобы получить готовую красивую модельку. ай-яй-яй-яй. Модельку Черчилля. Как я уже сказал, это все надо делать совсем по-другому. Мы просто играемся аэрографом в его изначальном виде. сейчас я ему задницу прокрашу и еще разок вот так вот. Такой вот у нас танк Ferrari. Все. Еще краска чуть-чуть имеется. Мы дадим просохнуть потом ему, а мы сейчас нанесем вот так вот второй слой краски. А вот эти все видите труднодоступные места, на самом деле красятся как и зубы, которые в труднодоступных местах. Потом. Вернее в начале, а потом уже при общей грунтовке это уже как бы окончательная версия. хотел достать гусеницы и у меня закончилась краска. Ну и вот совсем чуть-чуть как вы видите нужно краски для того, чтобы покрасить целую модельку. У меня тут кстати еще есть немного. Сейчас я ее еще раз заправлю, а в это время черчилль у нас подсохнет. давайте продолжим делать наш танк-черчилль имени феррари. Сейчас он конечно еще не до конца засох, но еще раз как бы хочу сказать, что в мою задачу не входит сейчас именно научить вас красить. Я просто показываю, просто хвастаюсь, как говорится, и мы наносим аккуратненько второй слой. вот тут вот где у меня разлилась краска, я лез к гусеницам. Задуваем вторым слоем краски, видите, он становится еще более ярким, еще более красивым. Так, что-то слишком. Вот. Но в следующий раз так не делайте, как говорится, надо все это делать аккуратненько, давая краске просохнуть, чтобы она там не собиралась слоями. О, смотрите, видите, да, идет, идет, идет свет. Чуть-чуть осталось краски. Это все потому, что я разлил предыдущую большую часть, пытаясь покрасить башню. вот так вот. Видите, волна идет по башне. Видели, нет? Все, краска закончилась. Ну, обидно, но бог с тобой, как говорится, золотая рыбка. А теперь самое главное, после того, как танк приобрел красивый, ярко ферраревый цвет, дать ему просохнуть хорошо, а я, что я, да, а я сейчас промою всю эту штуку. Для промывания подобной вещи есть отдельная пипеточка, вернее, отдельная штучечка, ну и пипеточка, соответственно, из нее нужно очень хорошо выдуть краску во избежание, так сказать, дальнейших проблем. Лучше еще взять для, как это там, для ушей палочки, которые, гигиенические палочки, и почистить все очень и очень тщательно. Ну, для того, чтобы вы просто представляли себе, как это выглядит, возьмем чуть-чуть этого, да, нужно, кстати, какой-нибудь жид, этот, емкость, куда мы будем сливать, либо же, если у вас есть балкон, можете это сделать на балконе, да, или же в ванной, но помните, краска оседает, поэтому не надо усердствовать, лучше потом помыть хорошо систему, ну и плюс, вернее, ванну, да, ну и плюс саму систему надо промывать раз, пять, шесть, для того, чтобы выдуть все, остатки краски портят девайс, да, ну и вот, напоминаю, для этого есть специальный акваколорклен, который смывает краску из пульверизатора, смотрите дальше, ну что, будем подводить итоги, помыли мы, значит, девайсину, как вы видите, вот так вот, она должна выглядеть чистенькая, как будто бы ничего и не было, а также мы уже покрасили, покрасили, она должна даже было быть подсохнуть, танк, черчилль в цвет, ага, вот где мы еще забыли покрасить, но это опять же не ставило задачу в цвет феррари, вот такой вот цвет феррари получился красный пролетарский танк, единственное, что мы еще тут пролетели с окраской башни, вернее, место под башню, но опять же, как я уже говорил, покраска таких вещей делается и поэтапно и так далее, а мы, кроме всего прочего, помните, извели практически пол банки омывателя на то, чтобы промыть аэрограф, помыть баночки и не скажешь, что в них что-то уже растворяли, но вот пипеточку вымыть не удалось, но бог с ним, собственно говоря, пипеточки, баночки, они потихоньку, вот это закончится, там, следующее, 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 как вы видели, процесс очень прост, аэрограф очень и очень полезная вещь, главное приспособиться им пользоваться и главное еще не забывать, что краску надо наносить аккуратненько, слоями, но про это я поговорю уже и тогда, когда надо, да, но про это мы уже поговорим тогда, когда я буду собирать следующую модель и буду, собственно говоря, ее окрашивать так, как требует того инструкции, обычно окрашивается по мере поступления, а процесс смывки, конечно, напрягает, поскольку ты что-то сделал, смыл, что-то сделал, смыл, и я буду прощаться, если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, напоминаю, что раздел хобби у меня по выходным, хобби у меня много, вот здесь есть всплывающие аннотации, внизу, там в описании к видео тоже есть линки, смотрите про железные дороги, про другие пластиковые модели, ну, больше про железные дороги, это основное мое хобби, так что задавайте вопросы, пишите комментарии, увидимся, всем счастливо, пока, с вами был я, Игорь Шерститко, какой-нибудь ревеловский самолетик или танк вот этого производителя соберем в следующий раз, я буду делать не только таймлэпс, но буду делать также и видео вставки с комментариями. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,